Вернуть ребенка в семью требуют приемные родители мальчика из Крапивницкого. Сегодня они пришли на приемную в областную администрацию. Напомню, речь идет о годовалом малыше, которого облила кипятком воспитательница в детдоме. Как мальчик попал в приют и что именно там произошло, выясняла Елена Брынза. Эти фотографии журналистам показали приемные родители Марка Кабанюка, угодовалого ребенка, ожоги лица, затылка и рук. Кипятком малыша облила воспитательница в областном доме ребенка. И, как утверждают приемные родители, пыталась это скрыть. Это было часов в 5-6, это случилось вечером. Всем пересменка. Пока эта девушка что-то заступила, ну, воспитательница, говорит, а что говорит с Марком? Говорит, он упал с горшка. Она говорит... Нет, он упал, скажи, об ковер она сказала. Ну, упал. Об ковер сейчас. Она говорит, как этажой, говорит. То есть, ну, делай что-нибудь. Она быстро, быстро со своим мужем, без сопровождения врача, не вызывают скорую помощь, садят в свою машину, сына моего, и везут в больницу, привозят в больницу и оставляют. Больше недели мальчик провел в ожоговом отделении областной больницы. То, что сделала воспитательница в областном доме ребенка, называют досадным случаем. Ну, за понадобенность нашего сотрудника. Мы отрегулировали воду, и, получается, дитина получила опек горячей водой. Сотрудник сейчас готовится на звольнение. Семья Кабанюков Марка отдала на воспитание дальняя родственница. Но сотрудники службы по делам детей заподозрили, что они купили мальчика. Сейчас дело рассматривает суд. Если они будут вызнаны невинными, дитина будет вернута им в родину. Но вы понимаете, что суд может триваться годами? Может, и 10 лет пройти? Дитина может и вырасти за это? Я думаю, суд не будет триваться годами. После трагедии приемные родители обратились в полицию. Там начали уголовное производство. Оббивают они и пороги чиновничьих кабинетов. Сегодня пришли на прием в облгосадминистрацию. Да, я не биологическая мама. Но я его 9,5 месяцев, я его растила. Я ему больше, чем мама. Я его люблю как своего. И я не позволю, чтобы ребенка обижали. Но чиновники говорят, пока идут судебные разбирательства, ничем помочь не могут. Поэтому из больницы Марк опять вернулся в дом ребенка. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова